Повторите приметы. План перехват в Самаре объявляют около трех часов дня. Ориентировку на гражданину Узбекистана рассылают всем патрульным нарядам. Дорожные инспекторы и оперативники уголовного розыска реагируют молниеносно. Спустя три часа насильник уже в отделении полиции. Мужчина, имя которого не разглашают, признается. Был пьян, выпил две бутылки водки. Об изнасиловании якобы и не помышлял. Хотел просто разжиться золотом. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в амбард. Уроженец Ташкента в Самару приехал на заработки. Семью, говорит, кормить надо. У самого жена и новорожденный сын. Но молодого отца, у которого уже есть одна судимость за вымогательство, не смутил юный возраст его жертв. Как предполагают силовики, насильник долго крался за двумя подружками, которые шли домой. Может, даже выслеживал с самой школы. По словам девочек, мужчина приставился слесарем. А когда вошел за ними в квартиру, угрожал их избить. Затем изнасиловал. Уходя, он прихватил золотые украшения. Выручку из ломбарда потратить не успел. Установить приметы преступника и задержать его оперативникам удалось в считанные часы. Сотрудникам органов внутренних дел удалось в течение трех часов провести комплекс мероприятий. Это по приметам в ближайшем магазине установить, что этот человек заходил туда за пивом. Потом установить, что он сел в такси. Впоследствии этого такси установить, в какое такси он сел. И в последующем по системе единой дислокации сотрудникам ГИБДД удалось его задержать. Сейчас все документы по делу переданы в Следственный комитет. С пострадавшими девочками работают медики и психологи. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.